Серебряный призер Олимпийских игр 2016 Сергей Каменский провел в родном Бийске всего лишь несколько дней. За это время спортсмена, который большую часть времени находится на сборах за пределами региона, успела заснять наша съемочная группа. Подробности в материале Дмитрия Гладких. Бийский стрелок Сергей Каменский не скрывает. Последний месяц общение с прессой отнимает много времени. После триумфального выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, алтайский стрелок не успевает давать интервью. Серебряную медаль, завоеванную в Бразилии в драматичной борьбе с итальянцем Николо Камприани, который в итоге стал трехкратным олимпийским чемпионом, безусловно, можно занести в актив. Ведь до самого последнего выстрела было неясно, медаль какого достоинства будет висеть на шее бийского стрелка. Разочарование было, безусловно, но я не был разочарован именно тем, что проиграл. Я был разочарован именно последним выстрелом самим, как он был исполнен. Это было немного обидно. А так, место, которое я занял, я думаю, что на что был готов, то и получил. По словам заслуженного тренера России и отца спортсмена Игоря Каменского, досада от итогов финала была. По мнению опытного наставника, Сергей произвел последний выстрел в несвойственной ему манере. Однако все прекрасно понимали, какое напряжение висит в воздухе, когда решается судьба золотой и серебряной медалей. И все же для дебютанта Олимпийских игр результат Сергея – это, безусловно, успех. Его пример позволит начинающим спортсменам Алтайского края стремиться больше проводить времени в тире, а новичкам идти и записываться в секции для занятий пулевой стрельбой. Благодаря успеху бийского стрелка, пик роста популярности этого вида спорта стоит ожидать уже в ближайшее время. По идее, должен быть. Все-таки средства массовой информации, я надеюсь, сделают свое дело. Ну и потом очень много публикаций в российских газетах, по телевидению. Уже звонят ребятишки, спрашивают, как можно записаться. Посмотрим, сейчас вот проходит набор. Поживем, увидим. По окончанию Олимпиады российские спортсмены были приглашены в Кремль. Сергею Каменскому вручили медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. А буквально через несколько дней в составе российской делегации бийский стрелок отправился на авиабазу «Хмеймин», где встретился с военнослужащими, которые показали спортсменам условия своего быта. Кроме того, в память о своем пребывании в Сирии чемпионы и призеры Олимпиады посадили Туи. Рядом с каждым деревом табличка с фамилией. Прилетев на Алтай, спортсмен был удивлен теплому приему, который оказали ему жители региона. Да, впечатлился я тем, что у меня оказывается такая большая группа поддержки. Я даже не знал, что моим видом спорта интересуется так много народу. Приятно удивлен был. 4 сентября Сергей Каменский отправился в Москву, где в ближайшие дни возобновит тренировки и будет готовиться к финалу Кубка мира. Он пройдет в итальянской Болонии с 3 по 10 октября. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости.